Доброе утро! Знакомо ли вам щемящее чувство в груди? Мне кажется, оно вызвано подсознанием, когда вы слышите настоящее народное пение. Настоящее, не стилизованное, не эстрадное, а то, что идёт из глубины веков и собиранием которого занимаются энтузиасты. Как раз такие энтузиасты сегодня у нас в гостях, и такое пение вы тоже, обещаю, услышите. Я с огромным удовольствием приветствую в нашей студии участниц ансамбля «Три голос». Это Марина Суханова. Доброе утро, Марина. Здравствуйте. И Марина Крысова. Мало того, что поёт, ещё и народный мастер по традиционным костюмам, по традиционному текстилю. Итак, я, во-первых, вас поздравляю с тем, что у вас выходит первый альбом. Спасибо. Я думаю, это знаменательное событие. И его презентация состоится совсем скоро. Где она пройдёт? Она пройдёт в частной филармонии «Триумф» 25 июня. В 8 вечера приходите. Милости просим. Я думаю, сейчас встрепенулись все, кто вас уже слышал, потому что это забыть невозможно. Я слышала и знаю, что это очень здорово. И, конечно же, те, кто нас послушает сегодня, наверняка придут. Потому что вы не просто песни представляете, хороводные песни Пермского края. Скажите, пожалуйста, вы их сами собираете? Чем интересен этот диск? Так, что это антология записей практически за последние 50 лет. О-о-о! Да, нам удалось получить записи 70-х годов, 80-х годов. В 90-х годах мы с Марией Евгеньевной... Это уже мы сами. ...сами ездили уже в деревнях. Да, это наши материалы. Вместе с песельной артелью. Это ансамбль университета Пермского. Вы знаменитой песельной артелью. О-о, здорово, да. Вместе с Марией там пели. Это я так-то и знаю, знак качества такой. Да, много лет мы там пели. И записывали многие вещи. И вплоть до последнего времени, в прошлом году, мы еще записывали бабушек из Комиокруга, из Сивенского района, которые нам... Хранили вот эти песенные сокровища. Хранили хороводы, да. Тут же главное еще, что хороводы ведь не только поются, их надо знать, как водить, какие действия выполнять, куда идти, как держаться за руки. И поэтому... И вы теперь всем этим искусством владеете. Ну, да. Скажите, пожалуйста, а ваши личные открытия на этом долгом пути случались ли и какими они были? Ну, конечно. Потому что, вот как уже Марина сказала, у нас появились записи 70-х годов, которые московские специалисты проводили. И это записи самых северных районов Пермского края, это Чердинский район, где вот уже в 90-е, ну, не было тех людей, которые эти песни помнили. И мы уже не чаяли, что у нас вот именно оттуда будут хороводы. И они удивительными голосами поются, такими высокими, тоненькими. Такой характерный для русского севера тонкой голос. И мы очень рады, что вот два хоровода из Чердинского района у нас представлены на диске. А то, что мы записывали сами, это наоборот было на крайнем юге Пермского края, Куйдинский район, где тоже почти случайно мы обнаружили бабушек. Деревни, где они родились, это выходцы из Казанской губернии. И они как раз такой элемент южно-русской традиции привнесли, который тоже здесь у нас никто не ожидал, даже специалистов встретить. А вот он есть. И поэтому пермская хороводная традиция, она настолько разнообразна, настолько богата. Ну, здесь почти все виды хороводов встречаются. И главное, что они сохранялись и водились очень-очень долго, даже в городах. Моя бабушка Свисима с Мотовелихинских заводов, и они еще помнили хороводные песни, и водили их, и в уездных городах еще выходили в Труицу, и водили хороводы. А сейчас кто-то, кроме бабушек, помнит, может быть, среднее поколение, кто-то поет песни эти? Уж я не говорю хороводов, но хотя бы песни петь. Ну, мы из того поколения, которое выросло под столом и помнит песни на два голоса еще. Но это не наши, хотя мамы наши еще могут на два голоса какие-нибудь песни, может, и не очень старые, но спеть. Поэтому мы еще помним это. А вы сейчас в экспедиции ведь выезжаете, как я понимаю, вы говорите, совсем недавно были. В деревнях-то поют? Или все-таки? Ну, если попросить, то поют. Так собираются? Нет, есть еще семейное застолье по большим попраздникам, там или свадьба, или юбилей какой-то большой. И люди, ну, поколение, не знаю, 70-х еще, наверное, они готовы петь хором и на два голоса, действительно, как уж у кого получается. Но, конечно, это уже не та традиция, которая была даже в середине 20 века. Но, тем не менее. И вообще потребность в том, чтобы петь и исполнять в быту песни, она есть. Конечно. Давайте мы прямо сейчас украсим быт наших телезрителей в какой-нибудь задорной песне, которая пробуждает. Сможете? Конечно. С позори, зори, Да с позори, зори Ох, с позори, зори Овинай молотя Да с позори, зори Овинай молотя Да вы, Шепелёвый, ох вы, Шепелёвый, ох вы, Шепелёвый, ше Соломоша летит, да вы, Шепелёвый, ше Соломоша летит. Свёкор по сеням, свёкор по сенечкам похаживает, да свёкор по сенечкам похаживает. Вы знаете, я поняла, что надо переводить с русского на русский. Действительно, ведь это уже уходит, и здорово, что этот проект вы смогли осуществить. И, конечно, при поддержке Министерства культуры Пермского края без неё нам бы не удалось это сделать. Пусть поддержка продолжается, и министерская, и зрительская в первую очередь. Так что спасибо вам огромное, что вы к нам пришли, вам замечательного концерта 27 июня, 25 июня. И сегодня хорошего дня. Вам, уважаемый, напоминаю, что сегодня в гостях у нас был ансамбль «Три голос», правда, в двух голосах только представлен Мариной Сухановой и Мариной Крысовой. Пусть они сопровождают и вас в жизни.